Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с фото-видеотехникой, а более конкретно со светильниками. Были у меня на канале два светильника и огно YN216 и YN608RGB. Так вот, они поставляются без адаптеров питания, я подобрал адаптеры питания, к ним другие варианты. Ну а в данном случае я решил приобрести конкретно их разработку, ввиду того, что один адаптер питания у меня благополучно скончался. Самый первый для светильника YGNO YN608RGB, а второй еще для светильника YN216 до сих пор работает, но пригодятся для других целей. Все это пришло благодаря почте России, как видим, в непотребном виде, состояние упаковки мы видим. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. И в данном случае, что у нас пришло? Клод приходит в таком варианте. Вот здесь написано, основные характеристики адаптера. О том, что он на 100-240 вольт, 50-60 герц, 1,5 ампера максимально выдает. Это от сети переменного тока, ну а постоянный ток, который требуется запитать, 12 вольт, 5 амперов. То есть суммарно 60 вольт. Ну и показана расплессовка-минусовка контакта. И показан, для каких именно светильников он предназначен. Да, сразу же хочу сказать, что длина кабеля, это и кабеля подключения к розетке, и кабеля подключения к штекеру светильника в сумме составляет 5 метров. Ну где-то по 2,5 метра у вас кабель. Ну и внутри у нас поставляется вот в таком виде. Здесь у нас кабель питания. Здесь у нас адаптер питания. Внутри еще есть у нас силикогель. Для того, чтобы не было, соответственно, сырости. Вот что из себя представляет блок питания. Я уже длину не буду мерить. Ну, 2,5 метра есть, я думаю. Пусть как свернуто. По сравнению с тем, что было, там где-то около 2 метров длина. Ну, максимум 2,5 метра. Вот что из себя представляет блок питания. Адаптер, кому нужно, может зафиксировать данную информацию. Единственный минус, конечно, 60 ватт, и здесь нету фильтра. Ну, для этого момента мы запаслись такими фильтрами. Очень печально. Есть они разнообразные варианты для различных кабелей по диаметру имеется в виду. Вот, достаточно хорошо сидит. Плохо, что их нету. Но в данном случае второй чуть позже поставим. И здесь вот стандартный у нас разъем, который подключается. И там адаптер питания. Давайте все-таки раскрутим. Посмотрим длину. И здесь длину посмотрим все-таки. Есть различные варианты по розетке. Ну, а в данном случае у нас розетка европейская. Ну, где-то у нас здесь 50 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, три метра тут здесь есть. То есть, трехметровый этот кабель, и, скорее всего, этот двухметровый. Да, тут на пол. Мамутано так. Ну, да, здесь где-то вот 40 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Да, два метра. И давайте сейчас посмотрим, как функционируют. Функционируют, тем более, сами светильники. Они сейчас в рабочем состоянии. Для этого я даже возьму. Пока у нас 0 ватт. Сейчас мы подключим. Что делать нехорошо, конечно. Сейчас у нас мало идет. И давайте подключать к светильнику. Сейчас мы отключим один. Вот мы это сделали. И подключили. Ну, и в данном случае светильник берет у нас Y216, 15 ватт, как мы видим. Обратно возвращаем. И давайте еще один светильник посмотрим. Это 308. Вот я его выключил. И подключил. Здесь он берет 34 вата у нас где-то. Ну, в данном случае подключен. Хотя он подключен по максимуму. И, по-моему, 216 по максимуму. То есть, есть некоторый запас. Итак, я вам продемонстрировал адаптер питания для светильников EGNO EN216 и EN608 RGB. И другие варианты, которые вы видели во время демонстрации упаковки. Данные адаптеры питания достаточно хорошо выполнены и сделаны. И предназначены именно для этих светильников. Суммарная длина 5 метров. Как мы померили, 2 метра. Это у нас кабель идет подключение непосредственно к светильнику от адаптера питания. И сетевой кабель 3 метра для европейской вилки. Есть еще другие варианты. Ну, и единственный минус то, что отсутствует ферритовый фильтр на кабеле, идущий к светильнику. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о адаптере питания для светильников EGNO представил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok